Как сообщили средства массовой информации, сегодня Любовь Соболь умудрилась уехать из РФ. Она покинула пределы этого государства образования и уехала в Турцию, рейсом в Стамбул, где ее ждет или уже ждала пересадка, очевидно, в дальнейшее путешествие. Между тем, у меня есть обращение к сторонникам Алексея Навального и к Любови Соболь и ко многим другим оппозиционерам, часть из которых сегодня объявлена совершенно непонятно почему, экстремистами. Хотя все, что они делают, это говорят о лжи и воровстве нынешнего режима. Но, впрочем, это для режима и есть экстремизм. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И прошу считать это обращением совершенно серьезным и нешуточным. Дело в том, что в Кемерово есть видеоблогер оппозиционного толка, искренний человек Михаил Алферов, с которым я знаком лично, с которым мы общались не раз и поддерживали друг друга информационно. Михаил Алферов, его мама Людмила неделю назад обратилась к сторонникам Навального с призывом поддержать Михаила Алферова, который сейчас находится под домашним арестом и в ближайшее время может вообще попасть в следственный изолятор, в СИЗО, в тюрьму. У Михаила Алферова большие проблемы со здоровьем. Насколько я понимаю, язвенная болезнь. Это страшная, очень тяжелая штука. Вот. И человек лишен средств к существованию. Человек сидит в заперти у себя дома, и это информация недельной давности. Что с ним происходит сейчас, пока неизвестно. Но если бы он попал в СИЗО, конечно, думаю, уже появилась бы информация. Он неоднократно, часто, все время выступал в поддержку Алексея Навального, требовал его освобождения. Михаил Алферов человек достойный и искренний. И вот я озвучиваю просьбу его мамы, Людмилы Алферовой, поддержать информационно ее сына. Честного видеоблогера, честного общественного деятеля и оппозиционера. Вот. Заодно, знаете ли, такое обращение послужит тестом искренности. Я ходил, я принимал участие в демонстрациях. Ну, как принимал участие? Я оказывался там, где были демонстрации, которые устраивали сторонники Навального. Тогда еще не экстремисты, не признанные этим так называемым судом экстремистами. Вот. Я был на митинге 29 июля 2019 года. Ролик у меня висит в плейлисте, познакомьтесь с ним, друзья. В плейлисте я хожу погулять. И там обо всех приключениях, о том, как по крышам я убегал от карателей. Или я, за мной еще несколько сотен человек ушли по проторенной дорожке, а от палачей в форме. Вот. И ходил, рискуя жизнью, здоровьем, свободой, всем чем угодно. Вот Михаил Алферов действительно страдает. И на самом деле я считаю, что хотя бы озвучить, хотя бы озвучить то, что происходит с этим человеком, с этим хорошим человеком, сторонники Навального, все, кто считает себя оппозицией, просто обязаны. И вас, дорогие друзья, дорогие зрители, я прошу поделиться этим роликом. Знаете, дело в том, что новая газета, к слову, выпустила недавно статью, в которой рассказала о том, как после подавления жесточайшего протестов, инакомыслия, огромное число людей, среди них журналисты, общественные деятели, правозащитники, стали бегом бежать из России. Между тем, знаете, это произошло после протестов. Я не хочу думать о том, что вот действия Алексея Навального стали провокацией, которая вытянула на свет огромное число оппозиционно настроенных людей, которых затем режим вынудил бежать. Я не хочу так думать. Но если сторонники Алексея Навального и оппозиция, так называемая, так называемая мейнстримовая оппозиция, не скажете ни единого словечка в поддержку Михаила Алферова, друзья, ну тогда для меня вот этот вот жуткий вывод становится очевидным. Мерзко, мерзко и очень мерзко, потому что люди верят, люди пытаются верить и хотят верить, а действия говорят сами за себя. Что ж, желаю Михаилу свободы, желаю нашей земле нормальной жизни, справедливого, доброго, гуманного правления, желаю освобождения всем жертвам политических репрессий, включая шамана Александра Габышева, которому сейчас колют мощные психотропные препараты, о котором навальновцы тоже не очень-то хотят говорить. Прошу вас, озвучивайте. Вот именно это и есть объединение. Один за всех и все за одного. Иначе как-то странно получается, правда? Дорогие друзья, пожалуйста, распространите это видео, чтобы оно непременно дошло до сторонников Алексея Навального. Поддержите его лайком, друзья, это видео комментарием. Подпишитесь на мой канал, заглядывайте на канал к Михаилу Алферову, посмотрите, сколько всего этот искренний человек сделал. И поддержите мой труд, потому что я сам по себе и без вашей поддержки так далеко бы не уехал. Что ж, я приложу ссылку с обращением Людмилы Алферовой в описании этого ролика и в закрепленный комментарий. Прошу вас, уважаемые граждане России, уважаемые оппозиционеры, будя вы в России или вынужденном, покинувшие родину, прошу вас, не оставляйте дело Михаила Алферова без внимания, потому что человек по-настоящему страдает. Вот прямо сейчас сидит, как минимум у себя дома в заточении, а возможно уже и заперт в СИЗО. Вот. Всего лишь за то, что он озвучил некоторые вещи. Что ж, доброго дня, друзья, помогает нам всем Бог.